Приветствую, дорогие друзья! Друзья, сегодня я имею привилегию представить вам моего сына Джона Тана Юсефа. А вы уже слышали его проповеди? Он любит Господа, он прекрасный проповедник Слова Божьего. Сегодняшнее послание благословит вас и побудит вас к действию. Я надеюсь, вы будете слушаться внимательно с молитвой. Да благословит вас Господь на слышание Его Слова. Итак, сегодня мы заканчиваем изучение отрывка о принесении жертв идолам. Никогда не думал, что произнесу эту фразу. Если вы сегодня у нас в гостях и уже ищете, где выход, я прошу вас подождите, скоро вам все станет ясно. Я уверен, те из вас, кто внимательно слушал эту серию проповедей, не спали всю ночь, задаваясь вопросами. Я могу пойти в мясной ресторанчик и съесть вкусное мясное блюдо? А что, если это мясо было принесено в жертву идолу? Могу я поехать в Хьюстон, заказать в ресторане мясо и никого не оскорбить своим заказом? Могу я пригласить друга на барбекю? Я понимаю, что это было проблемой для коринфской церкви, настолько, что коринфяне в письме задали Павлу вопрос, что нам делать с мясом, принесенным в жертву идолам, и с поеданием мяса в храме. Я знаю, что для нас эти вещи могут казаться очень далекими. Но, послушайте, суть вопроса заключается в том, как мы относимся к Богу, и как мы относимся к людям, и в особенности к тем, кто не в церкви. Итак, Павел начинает или скорее заканчивает то, что мы рассматривали на прошлой неделе в отношении идолопоклонства, тем, что говорит коринфянам. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Коринфяне были спасены и призваны быть народом Божьим в очень темном городе. Мы слышали о том, каким был коринф. И что они делают? Они борются за лидерство, они сомневаются в апостольстве Павла, они относятся к вечере Господней как к возможности думать только о себе. И они лишают себя права говорить с жителем коринфа о Боге. Интересно, какой лозунг можно было бы придумать коринфской церкви? «Приходите к нам в коринфскую церковь, мы ссоримся друг с другом, мы погрязаем в сексуальном грехе, мы не можем договориться о том, кто наш лидер, мы заставим вас стыдиться того, что вы едите мясо, или заставим вас чувствовать себя глупо из-за того, что не едим мясо. Заходите и регистрируйтесь». А Павел говорит так. «Усвойте урок израильтян, не повторяйте их ошибок, не будьте поколением, которое умирает в пустыне, не относитесь к поколению, которое лишено возможности, эффективно свидетельствовать, потому что все это было записано для вас, дабы вы могли извлечь из этого урок». Итак, Павел говорит в 14 стихе. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Не думайте, что вас спасает то, что вы принимаете вечерю Господню, или то, что вы крестились. Не думайте, что после того, как вы приняли вечерю Господню, вы теперь неуязвимы для идолопоклонства. Не думайте, что приняв вечерю Господню, вы можете жить, как хотите, особенно, когда вы знаете, что живете неправильно и полностью погрязли в грехе. Потому что цель того, что принимаете хлеб и чашу, в том, чтобы отождествить себя с Ним и иметь общение как одно тело. Он говорит, что мы преломляем хлеб как символ того, что мы одно тело. И поэтому, если мы рассматриваем причастие или крещение как карту выхода из тюрьмы, или если мы не понимаем, что цель вечери Господней в единении верующих как тело Христа и в том, чтобы обрести свою идентичность во Христе, то мы делаем себя уязвимыми для греха. Может быть, вы не особо задумываетесь о значении причастия. Может быть, для вас это просто механический процесс. Вы стоите в очереди, берете хлеб и окунаете его в вино. Вы съедаете его, садитесь и думаете об обеде. Я очень надеюсь, что это не так. Или, может быть, вы уезжаете раньше и упускаете эту возможность, потому что у вас слишком много дел. Умоляю вас, не пропускайте это благословение. По мере того, как наш мир становится темнее и темнее, я не думаю, что должен вам это объяснять. Вы и сами видите, в каком темном мире мы живем. Принимая причастие, мы имеем привилегию видеть рядом с собой людей, которые думают и говорят так же, как и мы. Моя надежда во Христе. Моя вера во Христа. Он созидает меня. Он восполняет мои нужды. Он заплатил за все, и он понес мой грех. Он поднимает меня. Он дает мне жизнь и семью, которая любит его и меня, независимо от того, какой багаж я несу, независимо от того, с какими грехами я сражаюсь и что я сказал или сделал в прошлом. Я не безумный, я не один. И мы можем поддерживать друг друга, подталкивать друг друга ко Христу, бежать и быть ближе к Нему. Мы можем напоминать друг другу, что Его любви и благодати достаточно, что любви и благодати Христа всегда больше, чем то, что можем предложить Ему мы. И мы делаем это, не осуждая друг друга. Мы принимаем вместе Его тело и Его кровь, которая была, есть и всегда будет путем ко спасению. Какое же это благословение мы имеем сегодня, когда вместе с нашими братьями и сестрами принимаем причастие и напоминаем себе о том, что Христос сделал ради нас и что Он вложил в нас свою идентичность. И мы не одиноки. Мы вместе как тело Христа. Мы вместе во Христе. Напоминаем друг другу о спасении. Напоминаем друг другу о благодати, которая излилась на нас. И это огромное благословение. И в 23 стихе 10 главы Павел резюмирует то, о чем он говорит с 8 главы. Он говорит о том, что нужно делать серыми зонами жизни, где нет четких ориентиров, что есть черное, что есть белое. Павел в этой части своего послания не рассматривает, что человек должен или не должен делать. Скорее, он концентрирует внимание на том, что лучше для ближнего и что принесет славу Богу. И поэтому он пишет «Все мне позволительно, но не все полезно». «Все мне позволительно, но не все назидает». И мы слышали это еще в 6 главе, когда Павел говорил коринфянам избегать сексуального идолопоклонства, сексуальной безнравственности. Возможная фраза, которую сказал Павел «Все мне позволительно», была неправильно понята коринфянами. А может, это просто было популярно в культуре того времени. Но была группа коринфян, которая подняла эту фразу на знамя. Некоторые из них решили размахивать знаменем распутства и решили, что если они крещены и принимают вечерю Господню, то для них все законно. Они злоупотребляли данной им благодатью. А Павел говорит «Вам дана свобода во Христе. Вы можете есть мясо, принесенное в жертву идолу, потому что идол — это ничто». Это 19 стих. «Да, вы можете делать то, на что имеете свободу во Христе, но не злоупотребляйтесь». «Не становитесь этой свободой и не становитесь рабом свободы». Это звучит как оксюмерон, правда? Как ты можешь быть рабом свободы? Я приведу вам пример. Какое-то время назад мы с компанией друзей пошли в ресторан. Среди моих друзей были и христиане, и нехристиане. Один из моих неверующих друзей в прошлом имел проблемы с алкоголем. Поэтому, когда мы заказывали напитки, еду и тому подобное, почти все воздержались от заказа алкоголя ради этого парня. Но один из моих верующих друзей, зная, что сам он свободен от всякой зависимости и вполне может позволить себе алкоголь, хотел подчеркнуть свою свободу во Христе и заказал алкогольный напиток. Что же это означало для его свидетельства? Как это помогло неверующему парню, который еще сражался с алкоголизмом? Он посмотрел на этого христианина и подумал, ему и дела нет, что у меня зависимость. Ну, а затем в 25 стихе Павел говорит, «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Это обращение не к тем, кого мы только что упомянули. Это не для тех, кто кичится своей свободой во Христе. О, нет, это для тех, кто использует законничество как оружие. Они не понимают свободы, которую имеют во Христе, и поэтому ставят людей под ярмо законничества и связывают их совесть. А вот почему Павел цитирует 23-й Псалом. «Господня земля, и что наполняет ее?» Это все его. Мясо, которое они ели, все, что они пили, все это дано Господом. И у нас есть такие люди в церквях, не так ли? Есть те, кто свободно делает непотребства, дела, которые нас не назидают. Они используют свою свободу как лицензию на грех. А есть те, кто связывает себя и других с законничеством. Итак, что Павел призывает делать, чтобы противостоять всему этому? Должен же быть выход, верно? 24-й стих. «Никто не ищет своего, но каждый пользы другого». Законники стремились к собственному благу и игнорировали то, что их подход сковывал совесть ближнего. Распутник стремился к собственному благу и игнорировал то, что их подход возмущает совесть ближнего. Павел обращается и к тем, и к другим. «Перестаньте искать своего, заботьтесь о благе ближнего». И, возможно, сейчас это послание не популярно в церквях. «Перестаньте заботиться о собственном благе. Ищите того, что послужит вашему ближнему, при этом воздавая всю славу Богу». Вспомните пример Вечери Господней, который мы рассмотрели ранее. Вы подходите к трапезе с верующими, у которых разные трудности, разные сомнения и разные страхи. Не думайте только о себе. А вот почему в 11 главе Павел говорит о Вечере Господней, о причастии. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Оглянитесь вокруг. Подумайте о теле Христа, которое находится рядом с вами, о ваших братьях и сестрах, с которыми Бог намеренно поместил вас в общение. Итак, как вы относитесь к Богу и к ближнему, и под ближними имеются в виду и те, кто еще не доверился Христу. Как мы реагируем на внешний мир? Что, как мы думаем, приносит славу Богу? Некоторые из нас думают, что прославляют Бога через то, что полностью отвергают внешний мир. Как же это выглядит? Мы проводим время с нашими верующими друзьями, проводим время в церкви, проводим время за изучением Библии. Если коллеги по работе приглашают нас на мероприятие, вечеринку или что-то в этом роде, мы им отказываем, потому что смотрим на мир сквозь призму того, что мы призваны быть отделенными. Мы святые, и поэтому нам нужно от всех отгородиться и не взаимодействовать с нехристианским миром. К чему же это приведет? В результате вам не с кем будет поделиться Евангелием. Вы имеете весть о жизни, надежде и спасении, и вам некому ее передать. Ваш голос не звучит для свидетельства окружающим людям. Павел говорит, что если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Если вы хотите пойти, идите без всяких колебаний. Это первое. И второе. Ешьте все, что вам предложат, не задавая никаких вопросов, связанных с совестью. Идите и общайтесь. Не беспокойтесь о том, что вам предложат поесть. Если вам уже исполнился 21 год, и вы не имеете проблем с алкоголизмом, и никто из этой группы людей не имеет проблем с алкоголизмом, будьте свободны. Все нормально. Но, разумеется, не пейте слишком много. Не упивайтесь. Мы знаем, что Писание говорит об этом. Но будьте свободными. Не говорите этим людям, что все они попадут в ад из-за того, что пьют алкоголь. Это навряд ли поможет. И все трезвенники хихикают. Не упустите эту возможность поделиться Христом со своими ближними. Им важно услышать от вас благую весть Евангелия Иисуса Христа, и это, несомненно, прославит Бога. С другой стороны, есть люди, которые не только хотят проводить время с неверующими людьми, но и полностью подстраиваются под них. Эти люди хотят быть как неверующие. Желание отождествиться с ближним у них настолько велико, что они теряют соленость, теряют свой свет. Они не являют свет и не делятся Евангелием, не выглядят отделенными от этого мира, какими мы призваны быть. И поэтому у них нет послания, которое они могли бы донести до своего ближнего. Павел говорит, «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести». Совесть же, разумея, не свою, а чужого. Этот человек больше озабочен своей свободой, чем благом ближнего. Не ставьте свою свободу во главу угла при принятии решений. Лучше подумайте о том, что прославит Бога, что на благо вашего ближнего. Я не хочу звучать так, будто проповедую, «Делаете то и не делаете этого». Не поймите меня неправильно. Это не то, что здесь происходит, но суть в том, каковы ваши мотивы. Задайте себе вопрос, «Какие у меня мотивы?» Вы должны иметь дух развлечения. Вы должны научиться различать. Я не в состоянии ответить на все интересующие вас вопросы о серых зонах. Вы должны пребывать под властью Слова Божьего и искать, что приготовил для вас Христос, и тогда вам станет ясно, как вам реагировать на ближнего, и вы узнаете, что прославляет Бога, а что не прославляет. Для полноты картины стоит сказать, что некоторые из нас живут двойной жизнью, когда мы ведем себя как благочестивые верующие, когда мы находимся с верующими друзьями по воскресеньям, а всю остальную часть недели, и вне церкви мы поступаем совершенно иначе. И каков результат? Нам некому свидетельствовать, и нам нечего сказать людям, мы становимся лицемерами, потому что не можем находиться в двух мирах. Вот как выглядит сбалансированная жизнь. Последняя таблица. Павел говорит, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. Мы не прячемся от возможностей и не придерживаемся подхода, мы против них, мы мыслим так. Мы получили спасение, Бог нас изменил, и мы обрели благодать Божью. Теперь мы имеем свободу во Христе. Но я не буду пленником свободы, потому что у меня есть Господь, который отдал свою свободу ради своих врагов и ради меня. Я не буду эгоистичным, я не буду думать только о себе, потому что я подражаю Христу, который отказался от своих прав. Павел отказался от своих прав, потому что Христос отказался от своих прав, поэтому я отказываюсь от своих прав, чтобы как можно больше людей могли услышать и узнать о нем. Я преследую не свои собственные интересы, но забочусь о благе ближних, чтобы они могли спастись. Не для того, чтобы похвалить себя. «Слушай, ты молодец, только посмотри, от чего ты отказался ради других». О, нет. Я делаю это из-за того, что Христос сделал для меня. Он оставил совершенное единство с Отцом и пришел воплоти, и Он делился благою вестью со всеми, кто слушал, и даже с теми, кто не слушал. Он отказался от того, что по праву принадлежало Ему, чтобы исполнить волю Отца. Он отдал свою жизнь за людей, враждующих с Ним, чтобы они могли спастись. Он сделал возможным путь там, где не было пути, и Он дал верующим в Него новые сердца, новые понимания, надежду, будущее. Он дал это верующим, стремящимся поддерживать друг друга на пути веры, помня, что многие еще не познали истину. После воскресения и после того, как ученики увидели Христа в горнице, они выходят на рыбалку, и Иисус встречает их на берегу после того, как они всю ночь рыбачили и, вероятно, задаются вопросом, что же будет дальше? Он что, и правда живой? Что теперь с нами-то будет? Что нас ожидает? Иисус отводит Петра в сторону, Петра, который трижды отрекся от Христа, и он трижды спрашивает его, «Петр, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня, сын Ионин? Любишь ли ты меня снова и снова?» И трижды Петр говорит, «Да, Господи». Ты знаешь, что я люблю тебя, Господи. Иисус говорит, «Если любишь меня, паси овец моих». Почему? Может, потому что Иисус забыл, что ему пора уходить, съесть овцы, которых нужно накормить? Кому-то нужно вместо него забрать почту или вынести мусор? О, нет. На самом деле, овцы Иисуса — это его народ. Он показывает Петру, «Если ты любишь меня, люби мой народ. Новую заповедь я даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас». Это новая заповедь, потому что любовь Христа отличалась от любви любого другого человека, который был до него. Эта любовь дала нам и совершила для нас гораздо большим. Если наша идентичность в нем, то мы можем любить людей этой любовью. Не сами по себе, пытаясь по плоти выдавить из себя эту любовь, но мы можем любить, потому что мы знаем, что Христос первым возлюбил нас, и мы знаем благодать и прощение, потому что Господь подарил нам и то, и другое. И поэтому мы не такие, как Иона, который ожесточил свое сердце и не захотел, чтобы благая весть достигала людей. Но мы похожи на Самаринку, которая была вынуждена идти по жаре, чтобы набрать воды из колодца. И когда Иисус говорит ей, «Я дам тебе воду живую», «Я тот самый Мессия, которого вы ждете». Она возвращается к людям, изгнавшим ее из общества, и приносит им добрую весть из-за его любви, а не из-за ее любви. Никто не ищет своего, но каждой пользы другого. И все, что делаете, делаете во славу Божию, потому что вы созданы для того, чтобы прославлять Бога и наслаждаться им во веки вечные. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok